дорогие друзья сегодня будет очередной эфир вот поводом для эфира так вроде как вы сообщаете там отлично приветствую всех присоединяйтесь поводом для эфира послужило оживление лоббистов продвигающий закон по семейным бытовому насилию и в прошлом году в течение полугода мы с вами очень проложили огромное количество сил для того чтобы противостоять этому закону и я знаю что многие из вас были участниками поддержали нас в этой борьбе и в принципе стали солдатами этой борьбы и но раунд прошел и первый раунд прошел подзатихла ситуация и дубль два я сегодня пригласила елену тимошину это замечательная женщина лена я тебя очень здравствуйте солнце его лица тебе надо как-то развернуть камеру я даю наводку на наш разговор значит сегодня я вышла а во первых я хотела бы вам отдельно сообщить что никто из нас не является сторонником насилия в семье то есть когда там рассказывают что те кто выступает против закона семейно-бытовом насилии они желают чтобы быть битыми или чтобы и жен били чтобы жен били или детей били это полная ерунда мы с вами являемся естественно против любого насилия мы за то чтобы семья была сильная крепкая и прекрасная вот и нас насторожил этот закон именно потому что он не имеет никакого отношения к защите жертв более того сегодня я вышла с постом в котором сообщила два эпизода очень страшных о том что на бисты закона по семейно-бытовому насилию продвигает его в общем то благодаря ряду тезис но два тезис самые опасные а это женщина никак не защищена домашнего тирана и люди у людей создается ощущение что ну они беспомощные как бы вот все защиты нет и второй тезис это то что вот по законам нашим а мужья могут бить своих жен и следовательно ну вот как бы вот так вот такая вот реальность и а понимая как устроены люди понимая как устроены мозги людей мы сталкиваемся с тем что большое число женщин не обращается предположим в случае опасности правоохранителем или вообще не выполняет какие-то определенные шаги думаю что это бесполезно и мы сталкиваемся с ситуацией когда действительно отмороженные люди негодяй они такие есть мы не будем их отрицать на их наличие они наслужившиеся рассказывать что нашими законодательствами можно бить на своих домашних их могут бить вот и я сегодня пригласила елену елена очень интересный специалист он она действительно специалист в этой области она занимается она криминолог она занимается статистикой у нее есть доступ до этой статистикой она кандидат юридических наук и мне известно что она пишет докторскую один из наших молодых очень перспективных будущих надеюсь докторов наук так вот я ее пригласил для разговора взрослого настоящего елена расскажи пожалуйста что делать же во первых вот нет ли у нас что нет законов или наши жертвы действительно беспомощны или если это не так то что делать в первую очередь жертвам семейного домашнего насилия здравствуйте всем искренне всех приветствую желаю доброго вечера рада присутствовать при этой встрече во первых беззащитность есть у того ситуация беззащитность есть у того кто не знает закон на самом деле закон у нас есть очень хороший и согласно нашему закону женщина не может быть жертвой нас если она знает она понимает что любое насилие наказуемо то есть даже если мы берем пощечину даже если речь касается о толчке да о том что там ее схватили за руки там начали трясти это насилие которое наказывается уголовным кодексом чтобы вы понимали у нас это называется побои то есть есть насилие у нас насилие дифференцировано насилие которое причиняет вред здоровью авто и также есть насилие которое даже не причиняет вред здоровью но она наказуемо ну в частности недавно была реформа статьи 116 который так много кричали лоббистки теперь можно женщину бить сколько угодно это конечно ложь несусвертная почему да потому что статья 116 которая предусматривала ответственность уголовную за побои теперь разделилась на два состава на две части то есть первая статья перешла то есть побои в первый раз перешли в коап это в кодекс об административных правонарушениях то есть если человек совершил первый раз побои то есть причинил боль который не повлекло вред здоровью просто боль женщине там мужчине неважно то его а он подлежит ответственности по административному кодексу а если второй раз в течение года уже по уголовному кодексу для чего это было сделано чтобы женщину не за а для того чтобы наоборот активнее защищать насильника почему да потому что чаще всего женщина раньше когда не существовало статьи в коапе в коап по побоям да женщина подавала зрение и мирилась с насильником все уголовное дело закрывалось то есть можно сказать что да женщина это право женщины мириться конечно никто не отбирает но тем не менее преступник уходил от наказания сегодня если женщине в отношении побоев составлен протокол то преступник не уйдет а чей правонарушитель от наказания не уйдет но здесь уже на вход вступает активность женщины то есть насколько это действительно надо почему потому что женщина может передумать да может пожалеть и так далее но протокол все равно составится а вот второй раз до совершив насилие в отношении женщин те же самые побои человек будет привлечен к уголовной ответственности и опять же здесь сегодня женщине дается право передумать помириться или плохо другой вопрос например на западе такого права у женщины нет и здесь конечно вопрос полемического характера что лучше когда автоматически кто-то вмешивается в семью и говорит нет он там тебя толкнул значит он будет сидеть тюрьме либо все-таки ты имеешь вправо в отношении преступления небольшой тяжести такого как побои самой решить что тебе делать с насильником привлекать его к ответственности или не привлекать то есть это вопрос дискуссионный мы можем соглашаться можем не соглашаться кстати решить этот вопрос тоже очень просто просто необходимо поменять статус этой статьи то есть если например ну грубо говоря большинство женщин захочет чтобы наказание было неотвратимо и по 116 прим 1 им достаточно написать письмо например в государственную думу и изменить порядок не частно публичное а публичное обвинение то есть у 116 будет публичное обвинение тогда женщина не будет иметь права примириться все то есть изменить статус статьи а статья сама а теперь это не могла бы для нас вот для обычных женщин объяснить в чем разница между побоями и прочим потому что лоббистки говорят об этом как вот ну об избеи вот смотри вот пришел мой не дай бог мой супруг и вот мне причинил ударил меня кровь сотрясение и прочее а это что как называется это юридически и вот это называется что первый раз он меня ударил выбил мне зубы я значит ничего не могу с ним поделать вот объясни обывателям нет 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 хорошо да если речь идет о выбитых зубах это уже не побои у нас в практике есть четыре вида вреда здоровью вред небольшой тяжести средней тяжести тяжкий и особо тяжкий и уже эксперт эксперт решает какой вред здоровью принесет но зубы выбиты это уже не побои это более тяжкое преступление чтобы все понимали здесь уже нужно писать заявление и уже в отношении человека возбуждается не административное производство а уголовно то есть в отношении человека возбуждается уголовное дело а какая статья это уже будет уточняться по результатам экспертизы допустим там сломанный нос это уже тяжкая может быть или даже или средний даже стиле тяжкое преступление опять в зависимости от того что повреждено у человека то есть такие нюансы которые решает эксперт но даже я говорю просто про синяки про то что женщина толкнули и это уже побои и главное чтобы женщины это знали вот отсутствие осведомленности таких простых вещах и делает женщину беззащитной почему потому что она кроме того мужчина скажет ты сама виновата да да ты меня экспровоцировал да никто не может так говорить вам как бы вы не провоцировали никто не имеет права причинить вам боль потому что побои это и повторюсь это боль которая не связанная с причинением вреда здоровью то есть это такой первый минимум до первый противоправный шаг то есть там даже ничего не должно быть там серьезного но уже человек будет наказан по закону и закон предоставляет нам это право если вдруг участковый приходит и начинает там говорить я не буду у вас семейные дела леночка леночка да вот прекрасно дошли до участкового расскажи пожалуйста скажем первый шаг тебе причинили боль или даже ущипнули или начался конфликт или ну еще не дай бог более страшное да первый шаг что должна сделать женщина женщина должна позвонить в полицию и вызвать участкового сразу же желательно если у нее есть возможность как-нибудь сфотографировать просить в соседей родственников чтобы они пришли поддержали ее почему потому что участковый обязан опрашивать свидетелей свидетелей но если их нет то соседей потому что соседи могут могли слышать шум просто они знали о взаимоотношениях этого человека допустим преступника и жертвы да и они могут косвенно подтвердить сюда действительно иванов иван иванович неоднократно угрожал допустим своей жене да и это тоже будет как доказать вины этого человека поэтому женщине главное не стесняться не она виновата в том что ее ударили вина только на на преступники к сожалению вот ментальность наша такова что мы привыкли не выносить ссоры сбы это плохо с одной стороны это это очень вредно потому что конечно это понятно никто не хочет меня про своего мужа говорить какие-то вещи но если женщина понимает что ей реально угрожает опасность то никаких стеснений здесь быть не может потому что вопрос не только в ее безопасности безопасности ее детей как правило поэтому если человек начинает поднимать руку то это не закончится никогда это отклонение в человеке на которой нельзя закрывать глаза этого человека с этим человеком надо работать и здесь уже семья должна сама решить их ходить психологу до заниматься либо же просто разводиться с этим человеком то есть она вызывает продолжаю да вызывает участкова участковая приезжает опрашивает ее да опрашивает соседей дает ей направление к медицинское учреждение где она должна снять побои то есть вот эти действия потому что 116 если это речь идет о административном правонарушении протокол составляется сотрудником полиции да и потом рассматривается либо если это 116 1 то решение принимает суд вот и все если речь идет о каком-то более тяжком преступлении то в данной ситуации ведется собирается боль но более продолжительный сбор идет материалов да чтобы уже вынести обвинительный приговор человеку то есть мы можем говорить о том что да женщина скажи пожалуйста спрашивают что полиция бездействует вот звучало а если вас убивают тогда приходите ложь вот что это за посыл такой это безусловно неправомерный отказ такого быть не должно если он не знает закона полиции но найдите ему распечатайте скажите вот вы читать вообще умеете вы грамотный человек или неграмотный человек там черным по белым написано ваши обязанности пресекать правонарушения предупреждать правонарушения да защищать граждан в отношении которых совершили правонарушения то есть его действие незаконно следовательно какой выход из этой ситуации необходимо пожаловаться либо руководителю подразделения в котором служит этот человек о том что он не выполнил свои обязанности либо написать жалобу в прокуратуру и поверьте у нас сейчас очень серьезно разбираются со всеми сотрудниками которые не выполняют свои обязанности то есть уходит от ответственности только те в отношении которых неизвестно что они не выполняют обязанности то есть мы говорим о том что право сознания граждан она идет нам на пользу на пользу наших женских прав то есть мы будем этом тем больше вероятность что в среде полиции не останется недобросовестных сотрудников вот понимаете одна женщина пожаловаться не поленилась другая пожаловаться не поленилась его выгонят с работы а если мы будем замалчивать эту проблему тогда мы ее не сдвинем с точки с мертвой никуда вот это надо понимать я тоже я тоже с тобой согласна потому что я обычно эти истории такие я вызвала ну вообще здесь истории с которыми я сталкивалась к сожалению у меня есть известные случаи когда муж бил жену она вызывала полицию и полиция неплохо работала кстати и собственно разбиралась но женщина разводилась к сожалению но это единичные случаи большая часть случаев когда семья развлекается таким образом вот она вызывает эти приезжают у них такой концерт долгий трудный вот и я не знаю как к этому относиться то есть я не понимаю для меня какой-то вид спорта какое-то нездоровое нездоровое состояние головы женской можно я приведу пример можно я просто маленький пример такой комментарий к тому что ты говоришь у меня был такой случай значит сотрудник полиции участковый регулярно выезжал на семейный конфликт вот как раз то о чем ты говоришь когда семья развлекается да постоянно у них эти вот какие-то обоюдные то есть она там он непонятно кто вообще с чего начал да кто виноват но в итоге она кричит она вызывает и вот где-то когда он приезжает но каждый раз когда он приезжал написал заявление потом примерялась с ним мирилась и говорил все он хороший главное что вы приехали вы там с ним поговорили для меня этого достаточно и вот каждый раз это длилось и вот однажды сотрудник полиции которому надоело но он раз 10 или 12 уже приезжал на этот скандал семейный он этого мужчину потрепал и сказал что хватит уже терроризировать женщину если ты еще раз ее тронешь я тебя вообще тут баранирок скручу и надавала у чуть-чуть тамаков так что вы думаете она первая побежала написала на него заявление что он превысил полномочий хотя он ее спасал реально да преступление его посадили реально этот человек отсидел полтора года в местах лишения свободы это с учетом удо поэтому вот вам ситуации в жизни сотрудника полиции тоже можно понять в этой ситуации когда он боится что-то сделать больше чем обязывают и тем чем те полномочия которые на него возлагаются это тоже опасная ситуация лена и так смотри на предположим полицейский не реагирует мы пишем заявление его начальнику если они не реагируют мы пишем в прокуратуру а дальше начинают что-то идут комментарии они звучат значит про то что круговая порука в удаленных районах и мол ничего поделать в этой ситуации нельзя как ты считаешь тогда еще есть такой есть нет всегда есть возможность добиться своего это только говорят я понимаю что такое бывает верно бывает но если есть механизм законодательный надо под цепочки идти наверх чтобы размотать этот клубок и чтобы эту поруку общем-то прекратить и я вам хочу сказать над полицию есть надзор на свои органы которые выявляют преступления совершенные полицейскими и них это по этой деятельности то есть кто-то у нас заинтересован в том чтобы выявить сотрудников которые плохо работают мы эти то есть над каждым стоит на контролирующие инстанции для них это выгодно и есть еще такой способ решения этого вопроса существует горячая линия мвд заходите на сайт горячей линии мвд и звоните и сообщаете что в таком-то подразделение в таком-то городе сотрудники не выполняют свои обязанности причем допустим вы уже заявили начальнику руководитель не реагирует есть доказательства поверьте работа по таким линиям она ведется то есть проверка она осуществляется всегда и наказываются еще как виновные спасибо лен а значит очень здорово слушай скажи пожалуйста ты хочешь сказать что все законы есть я знаю что у нас все законы есть у нас все законы есть но я бы конечно внесла изменения в ряд законодатель в ряд и статей безусловно то есть я не хочу сказать что у нас идеально все 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 прям по полочкам разложено безусловно пробелы есть но это те пробелы которые можно решать в рамках действующего законодательства без принятия какого-то другого узкого направленно да ну например скажем вот у нас есть разные виды наказания например вот ограничение свободы том числе почему бы например ограничение свободы не как санкцию да как наказание за 116 прим 1 117 не включить акцию статьи и допустим уже на уровне судебных решений обязать предоставить возможность суду ограничивать общение потерпевшего с жертвой с преступником да почему бы не дать такую не сделать такую возможность либо например почему бы в качестве ограничения за лицами которые совершили тяжкие особо тяжкие преступления освободились из мест лишения свободы да либо лица которые в местах лишения свободы вели себя не очень хорошо им административный надзор назначается почему бы среди ограничений не прописать запрет приближение к потерпевшим то есть это можно сделать на основе действующего законодательства не требует меня какого-то сильного напряжения просто инициативу собрать подписать всем миром чтобы все-таки наши вот законодатели решили этот вопрос вполне возможно лена но тем не менее у нас общественном поле не поднимаются такие вещи которых ты говоришь очень плохо а поднимается у нас знаменитый закон по семейно-бытовому насилию ты не могла бы кратко и четко как специалист сказать почему ты выступала против этого закона то есть правда проблема есть есть куда работать есть определенные ограничения которые мы сталкиваемся вот я знаю что ты мы с тобой когда-то выступали против этого закона да 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 это моя серьезная позиция я прежде всего скажу что я сама такой человек с достаточно обостренным чувством собственного достоинства и который не позволит обижать себя унижать каким-то образом диктовать как мне жить что мне делать со стороны мужчины то есть для меня это вообще неприемлемо я защищаю женщин в ходе своей в рамках своей общественной деятельности и советами какими какой-то помощью для меня ситуация чтобы женщину обижали она недопустима то есть я первая становлюсь на защиту женщины потому что я сама женщина я понимаю что мы слабые существа и во многом в зависим от мужчин но при этом понимая суть этого закона я являюсь ярой противницы этого бестолкового безграмотного законопроекта который может повлечь за собой не защиту прав женщин наоборот поставить их ситуацию полной беззащитности только и как в отношении кстати со стороны мужчин и как со стороны государства я готова доказать я готова пять часов об этом говорить но если надо кратко скажу только основные моменты если мы посмотрим на сферу правового регулирования закона то мы увидим вот пожалуйста я даже зачитаю чтобы ни в коем случае там ни одно слово не пропустить итак значит закон направлен на предупреждение семейно бытового насилия который принимается как умышленное деяние причиняющие или содержащие угрозу причинение физического или психического страдания или имущественного вреда не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления а теперь подумайте если у нас уголовным кодексом запрещено даже толчок даже синяк даже любое грубое прикосновение к женщине запрещено на что направлен этот законопроект а каких психических страданиях идет речь когда у нас и психическое насилие тоже запрещено но психическое насилие которое ведет к серьезным последствиям да то есть имеется ввиду который причиняет действительно какой-то вред человеку а то как определено определенный предмет правого регулирования психическое насилие от страдания можно подвести все что угодно но самое страшное самое страшное это то что как говорят лоббистки закона никакого доказательства не надо то есть грубо говоря не на всех сайтах об этом говорят мы хотим создать новую систему защиты женщин то есть женщина придет к участковому тому же у которого да допустим не не особо много образования да или какому-то нкошнику и скажет меня подвергли психическому насилию да дорогая конечно мы тебе верим вот тебе охранный ордер выгоняя его из дома то есть они этим хвалятся они говорят что это достижение но ведь мы понимаем что в правовом обществе механизм защиты это способ защиты себя то есть доказательство необходимость доказательства вины человека это способ защиты самого человека то есть это защита от того что его просто так что навету не привлекут к ответственности и это хорошо что у нас есть механизм доказательства причем определяют собирают доказательства предварительные органы до следствия дознания cycling а подделяет значимость доказательств, суд. То есть представьте, сколько много инстанций. Потом прокурор ещё смотрит, насколько собраны доказательства виновности или невиновности человека. Если они не собраны, дело направляют на дополнительное расследование. Понимаете, каков сейчас процесс серьёзный, доказательства вины, но он же является гарантией от того, что человека не привлекут просто так. А они предлагают новую систему, не требующую доказательств, но при этом меры ответственности такие же, как за преступления, за правонарушения, да и более суровые. Впервые нам предложено такой вид наказания, как возможность выгнать человека из его собственного жилья, из места проживания, даже если это его собственное жильё. Вы понимаете, какие новые меры нам предлагают. Я хочу сказать следующее. Вот представьте, что не женщина обратилась в полицию, а мужчина. Мужчина живёт с женщиной, ему она надоела. У него есть любовница. Ему хочется каким-то образом выгнать её из дома. Он идёт к этому участку и говорит, «Вы знаете, моя жена просто жуткий воспитатель для ребёнка. Она подвергает ему психическому насилию, постоянно ругает его, постоянно кричит на него. Вообще плохая мать. Я считаю, что мой ребёнок должен быть освобождён от такой матери». И закон же не написан, что он на защиту женщины рассчитан. И закон становится на защиту мужчины, тем самым выгоняя женщину моментально из её дома, выписав ей охранный ордер, отобрав фактически ребёнка, оставив с мужем. А муж благополучно приглашает в дом другую женщину. Мы об этом почему-то не думаем. Лен, я хочу ещё дополнить прекрасный момент, что в этом же законопроекте есть... Ладно бы женщина пришла, или кто-то мог бы о нёком психическом насилии. Мне нравится тот момент, что любое третье лицо может пойти и начать. При этом мне очень нравится, что если меня оскорбят, например, в трамвае или, скажем, где-нибудь вне семьи, то есть если меня оскорбит чужой человек, причинит мне психическое, так сказать, насилие, ему ничего не будет. А вот если мы женаты, если мы сожители с ребёнком, то есть если мы сожители без детей, то мы вне этого закона. Если мы женаты, либо мы не женаты, но у нас есть совместный ребёнок, то, значит, любой вообще, как я написала, левая швабра, может, значит, просто позвонить, сказать, слушайте, что-то там происходит, что-то внятное, ко мне обязаны прийти. И одно заявление считается поводом начать профилактику. Совершенно верно. То есть нет такого, что, ну, скажем, ну, я сейчас живу в своём доме, но я жила не в своём доме. У меня были своеобразные соседи, особенно пожилого возраста, которые в связи с особенностями возрастными начинали что-то представлять. А теперь у нас появилась новая категория. Это молодые бездетные дамы, которые очень любят почему-то следить за чужими детьми. Надо вопрос, откуда они вылупились. Ну так это две категории у нас появились. И вот я себе сижу, у меня ничего не происходит, и вдруг моим вот этим дамам что-то смешивается в голову. Они звонят, и как только позвонили, в обязательном порядке, например, моего супруга должны изъять из-за его собственной квартиры. Это что за безобразие такое? Вот Саша вопрос был, кстати. А вопрос всегда пронзительный, на него ответ есть. Он очень пронзительный. Он звучит так. «Пока идёт суд, следствие разборки, куда деваться женщине? Вот куда же деваться жертве? Может быть, её убьют? Девушки, у нас есть убежище. Дорогие мои, откуда вы придумали, что у нас нет убежища? Убежища? Я можно отвечать? Саша? Да, да, да. Дело в том, что вот этот вопрос, он очень правильный. Почему? Потому что он действительно актуальный. Да, у нас есть убежища, но их мало. Да, у нас даже более того, сложности есть определённые с тем, чтобы попасть, например, скажем, без документов туда не берут. То есть вот эти вот лоббистки закона, в основном они у нас держат убежище, да, они говорят, приходите, пожалуйста, мы окажем вам помощь. А на самом деле, когда начинаешь устраивать женщину, то выясняется, существует много каких-то нюансов, которые не позволяют в общем им туда пойти. Например, он украл, муж украл у неё паспорт, да, разорвал в клочья. Всё, её тогда не берут. Либо там, допустим, не предоставляется продолжительное проживание, либо не берут с ребёнком и так далее. Но я хочу вас всех обрадовать и подтолкнуть одновременно к активным действиям. Буквально недавно, в конце марта, по-моему, 30 марта этого года, правительственная комиссия по профилактике правонарушений подписала документ, который возглавляется министром внутренних дел Колокольцевым, подписала документ, указание всем главам субъектов Российской Федерации обостроить, увеличить количество вот этих вот кризисных центров для жертв семейного насилия. То есть теперь уже от губернаторов областей зависит строительство этих кризисных центров. Я хочу сказать, что до этого был и так федеральный закон о социальной помощи населению. 15-я статья прописывала о создании этих центров помощи. Но конкретно такого посыла главам субъектов не было. А теперь у нас есть и федеральный закон, и решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений. И теперь в каждом субъекте. Девчонки, я вас просто прошу, объединяйтесь в организации, идите к главе региона и заставляйте создавать эти центры. Вот и всё. Лена, я тебе, я дополню. Я очень много общалась с Людмилой Ивановной Тропиной. Это бывшая глава КДН Московской области. Крайне опытный и великолепный специалист. И она как раз-таки говорила о том, что на самом деле вот этим шелтерам, вот этим убежищем для жертв, они в законе прописаны уже, извините, 15-20 лет назад. И от воли губернаторов зависело, будет ли они развиваться или не будут. Оказалось, что многие регионы не имели элементарных межведомственных документов, которые бы связаны с взаимодействием, было не налажено. Самое интересное, что это являлось, ну, я повторюсь, этим занимался, как правило, КДН, этим занимались, как правило, представители РПЦ, которые занимались продвижением этого закона. Я сейчас по продвижению вот этих вот документов по налаживанию этих законов, я сейчас смотрю, когда эти феминистические организации приписывают эту деятельность себе, якобы как будто бы у нас ничего не было, и только они были основательницами, меня аж дёргается глаз, потому что вот к их центрам как раз-таки очень много вопросов возникали у жертв так называемых сменового насилия. И этот первый вопрос, например, очень странные лекции кеминистической направленности. То есть как раз-таки приюты при храмах, кстати, которые чуть ли не единственные принимали женщин вместе с детьми и так далее, и принимали бездомных, ну и вот не имеющих документов. Они как раз-таки как бы гарантировали женщинам, ну я не знаю, там была более тёплая атмосфера, более человеческая атмосфера. А вот те центры почему-то стояли глубоко пустые с очень-очень странными психологами. Я просто тоже на связи с подобными жертвами. Это есть. А вот какие-то... Знаете, как ты приходишь как жертва, но почему-то должен прослушать странный феминистический курс. Вот к чему это? Что это? То есть это всё... И да, ты права, попадание туда по какому-то странному принципу. Лен, у нас есть час, осталось 20 минут, то я затягиваю, да? Да, я бы хотела, можно, кое-что скажу. Вот просто по закону, Саш. Мне очень хочется, почему, чтобы девчонки понимали. Вот, допустим, ведь этот закон, вот когда я его прочла и поняла суть его, разобралась в нём как специалист, я поняла, что этот закон просто самое страшное оружие всех нелюбящих свекровей. Почему? Потому что, вот, например, вот я поделюсь своей ситуацией, моя свекровь меня очень не любит только за то, что я активно имею социальную, активную позицию. Я работаю, занимаюсь общественной деятельностью. В её представлении я должна сидеть дома и единственное, что делать, это омывать ноги моего мужа по возвращению домой. Вот для неё, если я этого не делаю, я плохая, какая бы я ни была, умная, кандидат наук, добрая, я ей за всю жизнь пустого плохого не сказала, да? Но если бы вот этот закон был бы принят, то я думаю, что через год она нас бы развела с мужем. Причём, что получается? Вы знаете, вот информация интересная из Америки, самое лучшее средство апробации любого закона это практика, что бы там ни было, какие бы мы теоретически там фантазии не выдвигали, практика — это лучшее подтверждение правильности или неправильности любого закона. Так вот, понимаете, в Америке, когда женщину разводят, кто-то сообщает про то, что настала жертва насилия, и в отношении мужа выдвигают эти санкции, его признают насильником и выдворяют из дома, она спустя какое-то время, даже если она сама подаёт, поняв, что она где-то была неправа сама и решив воссоединить отношения с мужем, она не может этого сделать. Законодательство не позволяет. Она говорит, я люблю этого человека, я сама, вот я сама его вот просто раздражала, так вот довела до этой ссоры. Я считаю, что в этой ситуации была виновата я, а закон ей не разрешает. Оно не может вернуться к своему мужу. Ну, Лена, Лена, то есть обращение, чтобы понимали, что действие этого закона это автоматическое разрушение семьи. То есть когда, мало того, что вот давайте посмотрим правде в глаза. Если человек причиняет боли и физическое насилие в отношении женщины, он преступник, его надо посадить в тюрьму. Давайте говорить правду. И налаживать отношения с ним вам даёт закон права только в том случае, если он совершил небольшой вред для вас, ну небольшой, вот небольшой тяжести преступления, тогда закон даёт право помириться. Но если он совершил тяжкое преступление или средней тяжести, ему дорога в тюрьму или наказание уголовное, да, а получается, что если он просто критикует вас, вот, то есть получается, что если человек совершил преступление, разве можно жить с ним, продолжать с ним жить? Это нереально, правильно? А этот закон о профилактике семейного бытового насилия, он не о преступности, он не защищает от преступлений, он защищает просто от семейных конфликтов, но которые вы сами имеете право решить без участия сторонних лиц, государства, НКО, свекрови, соседей, правоохранителей. Вы должны сами, сами решить, что вам нравится. Лена, я суммирую, я скажу по-другому, как бы ещё более понятным. Итак, друзья, по этому закону, если над вами совершают реальные преступления и реальные противоправные действия, то вот этот ваш насильник пойдёт по обычному уголовному кодексу. Но вот если у вас ссоры, и если вы кому-то не нравитесь, для вас существует другое законодательство, более сильное, страшное, по которому вы, соответственно, замечательным образом можете попасть. А вот, то есть несправедливость. Да, и лишиться ребёнка своего, понимаете? Ребёнка лишиться семьи своего. Лишиться своей. То есть уровень, это настолько безумная ситуация, когда его продвигают и говорят, что мы, значит, нам показывают какие-то отрубленные руки, показывают синяки. Так вот, отрубленные руки и синяки будут в уголовном кодексе. Вон там, вон там. Совершенно верно. Которые есть сейчас. Да, которые есть сейчас. И этим никто не занимается, это никому не интересно. А вот если у вас есть безумная свекровь, тёща, соседка, либо вы выбрали себе партнёра очень странного, ну, бывает, который захочет вам мстить, Господи Боже мой, если у вашего мужа появится любовница, которая захочет въехать в вашу жилплощадь, вот эта категория безумных вещей, вот она попадает по закону по семейно-дотовому насилию. Совершенно верно. И самое страшное, Саша? А самое страшное вот что, что та же Алёна Попова прилюдно говорит, что по этому закону мы против того, чтобы люди могли воссоединиться и в итоге помириться. То есть вот по этим, по этим уголовщине её это не интересует, а по возможности стучать на семью ей главное, чтобы никто не помирился. Вот свекровь настучала, развела, тебя упаковали, увели, а помириться вам нельзя. Вот Алёна Попова говорит, а при этом картинкой вам показывают отрубленную руку, синяки рисуют, я не хотела умирать. Слышите, ну это вот, я сегодня уже писала, нас считают просто какими-то глупыми, что ли, я не знаю, неспособными читать между строк. Лен, смотри, очень важная история, пока вот время. Да, давай. А статистика-то какая у нас? Ты у меня специалист. Да, сейчас скажу. Да. Подожди. Значит, девчонки, я привожу только официальную статистику. Это не статистика каких-то безумных, оголтелых исследовательниц, которые неправильно её получают. То есть статистика не американских каких-то организаций, а наша, всероссийская. Так вот, девчонки, согласно всех, вот если брать все преступления, все, которые совершаются на территории Российской Федерации, только 3% совершаются в семье. Вот из всех преступлений, которые есть. Если брать насильственные преступления, прямо озвучу цифру. В 2019 году в отношении женщин было совершено 101 809 преступлений, сопряжённых с насильственными действиями, из которых членами семей было совершено 23,720 преступлений. Непосредственно мужьями было совершено 12 710 преступлений. То есть 12,5%. 12,5% насильственных преступлений в отношении женщин совершили мужья. Остальные преступления — чужие люди. То есть надо бороться с насилием в целом, потому что мы более не защищены где-то там, вне семьи. То есть в отношении нас совершаются преступления не родными людьми, а чужими. Давайте в целом бороться с насилием, принимать меры, которые бы нас защитили реально. Дальше привяжу пример. Значит, у нас есть преступления, которые нельзя скрыть. То есть это тяжкие, особо тяжкие преступления. Если побои... Кстати, побои и мужчины страдают от побоев, и женщины примерно одинаковые. Но про мужчины не обращаются за побоями, потому что им стыдно. Ну что говорить, ну это жизнь, да? Мы сейчас посмотрим, что у нас с тяжкими преступлениями. Итак, значит, среди 212 259 тяжких и особо тяжких преступлений, предварительно расследованных в 2019 году, в сфере семейно-бытовых отношений было совершено 3,224 преступления или полтора процента. Полтора процента тяжких преступлений. Вы понимаете? Остальные все тяжкие, особо тяжкие преступления — это вне семьи. То есть если мы говорим о проблеме насилия, о проблеме, то мы должны говорить о проблеме насилия в нашем обществе. Искоренять насилие, но прежде всего не в семью залезать, а изменять в обществе, менять систему здравоохранения, помощи. А я скажу ещё интереснее. Ты сказала, что особо тяжкие преступления, отрубленные руки, можно считать тяжким преступлением? Конечно. Ну, конечно, Саша. Это особо тяжкие... Я уточняла. Так вот, смотрите, особо тяжкие преступления, касающиеся отрубленных рук и вот этих вот ужастиков, вот их таких, из всех преступлений, всего полтора процента. Оставшиеся, это чужие люди. То есть, по большому счёту, люди, которые хотят бороться с насилием, должны говорить «Срочно женись, баба!» Про возможность, что вот вероятность того, что тебе отрубят руки, полтора процента. А 99,8 и 0,5, то, что тебе может отрубить руки чужой мужик. Правильно? Да, можно я про убийство? Да, можно я про убийство, Саша, скажу? Значит, смотрите, в 2019 году было предварительно расследовано 5461 убийства. В сфере семейно-бытовых отношений было совершено 715 убийств или 13%. 13. Что касается по характеристике внутрисемейных убийств. Вот по полувозрастному составу. На долю убитых женщин приходится 34% убийств или 243 человека. На долю мужчин 66% убийств в семье. То есть мужчины подвергаются убийствам гораздо больше, чем женщины. Вот так, Саша. То есть делаем ещё вывод. Если из этих полтора процентов тяжких преступлений страшнее всего на самом деле не женщинам, а мужчинам. В итоге так. Лен, это объективный факт. Лен, давайте покину ещё такой момент. А можно я ещё процент? Процент просто скажу, девчонки, тоже очень важный процент, показательный. Если смотреть процент от женщин, подвергшиеся насилию в семье, от общего процента женщин, которые проживают в России, то процент выйдет 0,003 от всего количества. То есть женщины, которые пострадали от насилия в семье, просто от насилия, даже от побоев, составляет 0,003 процента от числа проживающих женщин в России. В Германии этот процент выше, там 0,003, а в Германии уже больше 15 лет закон о семейном бытовом насилии работает. И насилие не только не сократилось, но держится на общем уровне, то есть где-то 208 убийств женщин в год. У нас в России 243. за 19-й год было. То есть получается, что фактически, с учётом России гораздо больше, чем Германия, и у нас уровень гораздо меньше убийств. То есть вот вам и, пожалуйста, пример. Тоже интересный факт. Да, это очень интересный факт. Лена, ты как криминалист, который регулярно имеешь дело с цифрами, ты погрушил... Криминолог, криминолог. 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 Да, то есть ты человек, который действительно имеешь... Я даже знаю, что ты имеешь доступ до некоторого рода секретной статистики. Можешь ли ты сказать... Я всё время говорю, семья — самое безопасное место на Земле. Да, я чётко могу сказать, что семья — это самое безопасное место на Земле, в нашей стране, где бы то ни было. Во всяком случае, в России это очевидно и по статистике, и по исследованиям, которые мы проводим. Да почему? Да потому что в любом случае ты берёшь мужчину, который берёт тебя в жён, он берёт ответственность за тебя и на всю свою жизнь. Он о тебе заботится. Понятно, бывают всякие ситуации, но в жизни, в целом, вне семьи таких ситуаций гораздо больше. Саша, мне понравилось, что вам задала девушка. Говори. А если жена плохо готовит? Да, да, да. Просто очень мне понравилось. Смотрю, да, Вы знаете, это вариант психологического насилия. То есть, почему? Потому что это попадает под страдания, которые причиняются членам семьи, и это уже будет подпадать под действие этого закона про фактические семейного бытового насилия. Если вы плохо готовите, ваш муж тоже может позвонить и пожаловаться. Я хочу ещё просто привести пример практики из США. Значит, в США в практику судебную попал случай, когда муж с женой не могли решить, какую программу им смотреть на телевидении. по телевидению, представляете? Да, 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 я помню. И они обратились в полицию, опираясь на этот закон. Вот, что регулирует этот закон. В итоге огромные штрафные санкции. Мужа заставили пройти курс психологической реабилитации. Понимаете? И так далее, и тому подобное. Но учёт эту семью поставили. Вы представляете, до чего люди дошли? И всё это из-за изменения сознания. То есть, мы пускаем законы, и мы тоже меняем сознание. Уже даже не своё, осознание наших детей. И то, в каком обществе будут жить наши дети, отвечаем мы. Какие законы мы сегодня принимаем? Да, по таким законам будут. И мы будем решать, будут ли наши дети делить телевизор, да, и обращаться в правоохранительные органы по этому вопросу. Или всё-таки они будут нормально решать свои жизненные проблемы и будут нормально жить. То есть, девчонки, будьте активны, не поддавайтесь этому психозу. Давайте, любой вопрос мы готовы разобрать подробно с Сашей, выйдем ещё в прямой эфир, готовы. Да, пожалуйста, вот любой момент. Потому что об этом можно говорить бесконечно. Столько много можно привести примеров, которые убедят в ненужности этого закона и в опасности. А за детей очень страшно, это правильно. Потому что любой человек, который заинтересован, у вас здоровые дети, да, а многие люди не имеют детей. И вот любой человек, который заинтересован в том, чтобы взять на воспитание ваших здоровых, умных детей, которых вы вклублены, выкладывались, ночами не спали, образовывали, а им запросто можно просто пожаловаться на вас, потому что доказательств никаких не нужно. А в отношении детей тем более. Потому что дети могут сказать, в инструкциях так и написано, что дети всегда оправдывают родителей. Поэтому показания детей вообще не надо брать во внимание. Девчонки, мы лишимся своих детей, это самое главное. Ладно, мужей там, я не знаю, но детей. Это страшный закон. не дай бог. Лен, полностью с тобой солидарна, ты прям всё говоришь. Я думаю, слушай, ещё хочу один вопрос задать, потому что, Коль, человек, обладающий статистикой, правда ли, что процент, вот очень серьёзно возрастает процент преступлений против женщины, если это не муж, а сожитель? Безусловно, конечно. Вы знаете, к сожалению, вот такой точной статистики это не ведётся, она, я не буду обманывать, потому что я могу сказать только то, что знаю сто процентов. Вот такой статистики чётко не ведётся. Поэтому вот во все вот эти вот службы, помощи, защиты жертв насилия звонят сожительницы в основном. И поэтому статистика семейного насилия там больше, чем у нас по семье, потому что они не дифференцируют это. Им всё равно, живёт семья, да, они живёт, а мы понимаем, что мужчина берёт ответственность, когда он женится. И когда примут этот закон, не дай бог, если его примут, мужчины просто жениться не будут, потому что когда они будут жениться, они сразу же себя ставят в ситуацию повышенной опасности, повышенной ответственности. Пока ты не женился, ты не входишь в поле деятельности этого закона, да, ты не отвечаешь вот так серьёзно, так жёстко. Как только ты стал мужем, сразу же ответственности в сто раз больше. Поэтому не будет у нас свадеб, но не будет семьи нормальной. Так и есть. В итоге получается, разрушается семья. Если по статистике всего полтора процента, от трёх до полтора процента, да, у нас что-то в семье происходит, да, то с принятием этого закона, повторюсь ещё раз, друзья, если этот закон действует на женатые пары, либо на пары, у которых есть совместный ребёнок, мужчина, либо бывший, да, да, бывший, да, муж и жена. Если у вас есть, вы были женаты, и у вас есть совместный ребёнок, на вас этот закон действует. Вот подумайте сами, следовательно, зачем жениться вообще? Зачем мужчине жениться, зачем ему, может быть, потому что он сто процентов попадёт под этот закон. И уж детей с вами заводить, знаете ли, признавать этих детей вне брака, это тоже, знаете, такая титрая история начинается. Да-да-да. Саш, можно ещё рассказать одну вещь? Обязательно. Эфир сохраню, эфир будет лежать в сторис, эфир выложу на свой YouTube-канал, с Леной будем регулярно общаться. Лена – это тот профессионал, это не одна бабка сказала. Это вы задаёте вопрос Лене, Лена идёт в правильное место, находит нам настоящую статистику. Лен, правильно? Но это ж невозможно уже опираться на неизвестные какие-то вещи, откуда-то разбросанные. И разговариваем. Лена будет наш частый гость. Давай, Леночка. Да, я хотела ещё просто сказать такой момент, такой факт интересный. Когда мы разговаривали с европейскими судьями, они заявили о том, что в Европе потерялся с этим законом принцип презумпции невиновности. В отношении семейных конфликтов принцип презумпции невиновности заменился принципом «женщина-жертва, женщина-вседа права». И они говорят, мы принимаем решение, знаем, что она не права, знаем, что она наврала, но мы ничего не можем, потому что мы в тисках этого закона. Если я не приму решение в её пользу, то всё, меня дисквалифицируют. То есть они попадают сразу в число аутсайдеров, вот так же, как и Регина Тодоренко попала буквально недавно, когда она сказала, что «женщина, давайте задумайтесь, а что же вы сами не делаете, чтобы стать жертвами преступности, насилия в семье? Может, что-то у вас не так?» Просто сказал человек своё мнение, и сразу же её на ней поставили крест. Все эти европейские организации. Понимаете, так же и судьи. Мужчины в Европе организуют свои клубы в защиту мужчин. Понимаете? То есть этот закон развязал войну полов за рубежом. И уже мужчины, бедолаги, отсуживают права. Это немыслимо. Мужчины становятся бомжами. Смертность у мужчин увеличивается, потому что это стресс, это переживание психологическое. Они провели исследование мужчины, в результате которого выяснилось, что действительно огромное количество и самоубийств, и смертей от инфарктов именно у тех мужчин, которых по закону о семейном насилии выгнали из дома и лишили ребёнка. Это очень страшно. Но давайте уж любить наших мужчин, защищать новых мужчин. Нормально. Мужчины, надо сказать, это не только мужья, но это, извините, отцы и наши сыновья. И сыновья. Я как бы, скажем, я, извините, смотрю на это как бы будущее свекровь. И я вдруг начинаю понимать, ну, как бы мозг работает. Вот моему сыночке скоро 20 лет, и я думаю, так, позволю ли я ему жениться, если в нашей стране будет закон? При этом моя основная сфера это женщины. У меня трое дочек. Я думаю, так, но тебе, скорее всего, безопаснее жениться. А тебе, скорее всего, нет. Я понимаю, чувство, шутка, но это действительно очень страшно. Что можно делать? Ну, друзья мои, на самом деле, весь прошлый год, последние полгода, мы активно занимались этой темой ВКонтакте, мы активно занимались этой темой в Фейсбуке, Инстаграмом мы не занимались. Теперь, наверное, следующий раунд, это нам надо распространять информацию в Инстаграм. Надо сказать, что ВКонтакте, Фейсбук, о, пять сыновей. Вот, пять сыновей, богатство-то какое, я тоже так хотела. Но девки одни были. Вот у меня. Значит, и я к тому, что, когда мы усилили свою деятельность в ВК, тогда тоже было достаточно тяжело. Ну, мы как бы, мы были активны, мы отвечали на вопросы, мы не боялись вступать в комментарии, мы не боялись указывать на правильные цифры, и мы за четыре месяца общественными усилиями, усилиями активистов мы вычислили ВКонтакт. То есть это, вот ВКонтакте все знают, что вот есть отдельная кучка очень странных людей, которые несут это всё, и иногда мы там можем делиться новостями, что они придумали. В Инстаграме ситуация иная, здесь это их поле, здесь это блогеры. Я понятия не имею, почему эти блогеры несут то, что они несут, неведомо. Но я думаю, что мы сможем это сделать в результате своей активности, в результате внимания к вещам, в результате того, что нужно и можно говорить правду. Люди не дураки. Да, у них нет времени, у некоторых не хватает каких-то, может быть, доступа до специалистов, доступа до знаний, но мы будем оставлять эфиры, мы будем оставлять какие-то тезисы, с которыми можно будет работать. Самое главное, не унывайте. Я думаю, что мы и этот раунд должны отбить, он будет тяжёлый, и самое главное, у нас есть и должна быть возможность действительно заниматься нашими настоящими проблемами, а не рождать, а не порождать новые проблемы. Вот меня бесит в этой ситуации. Вот эти феминистки, вот потому что лоббисты этого закона, это в основном феминистки, они этого не скрывают. Поэтому я везде пишу, феминистки, феминистки, конечно, там группы, туда я подключена и ЛГБТ, и союз проституток, и странные иноагенты, и вообще там институты гендерного развития и прочее. Ну вот я их там суммирую как феминистки. Вот чем они меня вот взбесили? Есть реальные проблемы, которые нужно решать, а мы вынуждены отвлекаться на их дурацкие законы и отбивать их законы, вместо того, чтобы укреплять систему шелтеров, значит, заниматься защитой наших семей и прочего. Так, 13 секунд, осталось 12 секунд. Спасибо, что были с нами. Лена, всё, мы теперь вместе. Девушки, берегите себя, не позволяйте себя унижать, оскорблять.